привет всем с вами азбука семантики сегодня будем разбираться с вами в вопросе конверсии посадочных страниц конверсия посадочных страниц это это такой показатель который с помощью которого мы можем оценить эффективность работы лендинг пейдж он вычисляется очень просто мы берем количество людей которые совершили требуемые нам целевое действие ну допустим оформили заказ или покупку и делим это на количество всех людей у которых была возможность совершить это конверсионное действие ну грубо говоря допустим сайт посетила тысячи человек но лишь 10 из них оформили заказ на сайте соответственно конверсия в данном случае будет один процент мы 10 делим на тысячу умножаем на 100 получаем один процент соответственно встает вопрос какие же конверсионные действия отслеживать здесь все определяется теми задачами которые вы хотите решить с помощью конкретного элемента конверсию которого вы считаете ну допустим для интернет-магазина это будут такие действия как оформить заказ заполнить форму обратной связи положить товар в корзину также следует учитывать то что у нас есть макроконверсии есть микроконверсии и макроконверсии это более глобальные целевые действия то есть либо покупка либо заказ либо обращение с сайта и да конечно же их важно отслеживать и понимать вообще есть ли у вас рост если у вас прибыль в вашем бизнесе но с другой стороны важно понимать и микроконверсии то есть это такие мини целевые действия которые ведут пользователи к тому чтобы совершить одну большую конверсию грубо говоря допустим человек может зайти в начале на ваш сайт потом пойти в раздел доставки посмотреть как вы осуществляете доставку и только потом уже перейти в раздел товара и если вам важно что вы можете работать с людьми допустим по всей стране что вы можете там допустим отправлять им товар то вам нужно понимать сколько людей заходит на страницу информации о доставке сколько потом дальше идет на сайт дальше смотреть товары и сколько человек уходит с сайта соответственно это тоже микроконверсии и для полного понимания всей вашей воронки продаж вам просто необходимо их отслеживать соответственно конверсия лендинга давайте еще раз вообще это количество пользователей которые совершили целевое действие по отношению к количеству всех пользователей у которых была возможность совершить целевое действие считается это все либо на пальцах либо же в системах аналитики которые ну наверняка вас должны стоять и отслеживать что происходит у вас сайт поэтому мы поговорим немножечко о том как увеличить конверсию посадочной страницы ну я уже говорил что все зависит от того какие конкретно задачи вы перед собой ставите какие конверсионные действия должен совершить пользователь но самые простые способы это мотивировать человека разными способами заказать товар или услугу то есть грубо говоря есть такая фишка которая называется ай трекинг то есть проведены интересные исследования и они говорят то что допустим у вас есть посадочные страницы и у вас есть какой-нибудь ну призыв к действию допустим какая-нибудь кнопка и у вас есть человек который на заднем фоне на фоне сайта и если он будет просто смотреть вот прямо как смотрю сейчас на вас я то результат будет ниже чем если бы человек смотрел на элемент призыва к действию были проведены исследования и доказаны что второй вариант дает более высокую конверсию также работают всевозможные социальные доказательства то есть здесь и сертификаты которые показывают то что вы действительно классный чувак и вы отчитываетесь перед вашими покупателями зато какой товар вы им предоставляете также всевозможные доказательства в виде отзывов каких-нибудь даже обзоров причем не обязательно ваш продукт должна обозревать какая-нибудь знаменитость главное чтобы люди видели то что есть другие такие же совершенно обыкновенные люди которые купили ваш товар и получили от этого выгоды соответственно самый простой способ это использовать социальные доказательства подробнее об этом вы можете прочитать у нас в блоге где есть отдельная статья про социальные пруфы ну а на сегодня у нас все с вами была азбука от семантики подписывайтесь обучайтесь обращайтесь